В ногу со временем, а точнее с замечанием Путина о том, что люди должны жить в нормальных условиях и в нормальных домах, прозвучало обращение в нашу редакцию от жителей одного из домов микрорайона Вангапуровский. Они устали бороться сначала с Вангапуровским водоканалом, в чём видении находилась их трёхэтажка, а потом со своим ТСЖ, которое сейчас отвечает за содержание дома. Впервые за 20 лет этой весной коммунальщики отважились на ремонт трёхэтажки. Только вот жильцы дома ждали, что это будут основательные работы, а им навели лишь косметическую красоту. Причём быстро и некачественно, говорит Сергей Гладких. Ну вот после этого, смотрите, вот эти вот щитки почти покрашены в чёрный цвет, коричневый, к которой краска подходит больше под грунтовку, к которой можно вот этой краской грунтовать, только можно трубы в подвале. А кроме цветовых претензий, что у вас ещё не устраивает? Вот посмотрите, как находится, в каком состоянии проводка. В течение 20 лет она ничему не менялась. Вот, пожалуйста, как нам говорили и отписывали водоканал, что меняли светильники. Вот эти светильники с начала дома. Я вот в жилец, как мы въехали, и вот с начала дома они такие светильники и есть. Добиться от коммунальщиков информации хотя бы по светильникам, где, сколько и когда они их меняли, оказалось невозможно. Целый год люди потратили на запросы в управкомпанию, чтобы она отчиталась о том, куда израсходовала их деньги за последние пять лет. Но диалога даже письменного не получилось. И вот теперь Сергей в качестве делегата от всех 35 квартир в поисках правды и ответа на поставленные вопросы обращается в другие инстанции. Прокуратуру, в приёмную губернатора и, наконец, к адвокату. Казалось бы, элементарно, говорит мужчина, делается ремонт, значит старые провода меняются или, как минимум, убираются в специальные короба. Но электрическая паутина после ремонта никуда не исчезла. Нерешённым остались и другие большие проблемы дома. Нам надо сейчас решать, крыльца, крыши нету, сами ступеньки высокие. Ну, она и есть крыша, но там шифер побитый, ступеньки очень высокие. Тут надо по дому, сам дом тоже уже весь начал рушиться, находится в таком состоянии, что тоже требует косметического ремонта. Ну и по отоплению, по водоснабжению вода очень плохая. В общем, выкрашенные стены не красят общую картину дома, но его жильцы хотят и будут добиваться того, чтобы за их деньги коммунальщики выполнили, наконец, свои обязанности. Ирина Потехина, Григорий Куруптьев. Новости нашего города.